20 декабря свой профессиональный праздник отмечают люди ответственные за государственную безопасность россии львиная доля их работы скрыт от посторонних глаз об успехе операции мы узнаем спустя много лет когда с них снимают гриф секретности сегодня об особенностях работы в лихие 90-е нам расскажет председатель совета ветеранов у фсб россии по алтайскому краю алексей суханов алексей яковлевич здравствуйте здравствуйте рады видеть в нашей студии вы начинали работу фсб еще 80-х годах да а что то что это было за служба тогда чем он отличается от сегодняшней я начинал службу 1984 году когда служба нас комитет государственной безопасности и чем она занималась занималась охраной охраной обеспечения безопасности деятельности всех структур служб вот всего организма нашего государства от внешних и внутренних угроз как вас в свое время вот туда и простите занесло это был осознанный выбор или это по родительским стопам я вам я вам так скажу обычно как было тогда я думаю так и сейчас сами ответственные сотрудники подразделения кадров либо оперативных подразделений они сами подбирают себе сотрудников и приглашают я всего знаю один случай когда человек с улицы зашел и и попросился на работу и он удачно очень попал на бороздина валентина тимофеевича сейчас он возглавляет городской совет ветеранов тот в нем увидел хорошего переработника так вот сейчас тот переработник находится на службе в звании генерала как меня занесло после поездки в ленинград я работал не земледелие селекции сельскохозяйственных культур как здорово да и после возвращения из командировки в ленинград я буквально на второй день позвонил майор белов и пригласил пообщаться по каким таким критериям признакам он понял что вам именно нужно позвонить ну можно я скажу дальше когда я с ним встретился приехала я у него сразу первое спросил но все-таки там иностранца очень много где в общежитии там было и так далее я что-то натворил но если только что в ленинграде приезжаю поговорили о том о сем ни о чем потом он предложил службу в органах госбезопасности я говорю так в принципе у меня все идет хорошо и я не собирался у меня другие планы совершенно и в общем то мне надо подумать прежде чем дать ответ но это очень сильно удивило сделал круглые глаза такие буквально смысле очень хороший человек кстати и он говорит сколько тебе надо я говорю месяц это много торговались на неделю я говорю мне надо посоветовать с отцом он фронтовик и я сразу просто просто я не готов сказать у меня не было никогда желания стремления служить в органах вот общественной работой я занимался всегда вот нас этому приучила советская власть что надо заниматься вот и все и через неделю с отцом посоветовался даже не знаю как-то порвать все что наработано уже я сдал же кандидатский минимум через полгода после окончания учебного заведения на пятерку готовился сдачи иностранного языка уже с темой обговорили ленинграде и вдруг такой резкий поворот ну дал добро отец сказал следующее если доверяют надо идти а вот понятно что наверняка там за годы службы уже прикипели и профессия наверное нравится но не было такого что их надо было мне тогда сделать другой выбор и остаться на прежнем месте вы знаете может быть такие мысли иногда и посещали потому что работа очень такой сложная тяжелая где-то но чтобы нормально результативно работать и выжить на своем месте будем в нормальном смысле слова так сказать нужно быть очень любить свою работу любить родину надо быть преданным и чтобы тебе эта работа понравилась то что ты делаешь иначе просто это работать просто служить невозможно то есть должен полюбить свою профессию любить и делать что то что ты делаешь чтобы дало нужно важно ты должен это понимать и должен видеть результаты своей работы а что касается вот вы говорите пожалеть или не пожалеть я так скажу нас три человека были кандидатами вот два из них те которые отказались эти они были чуть постарше меня у них уже диссертациям был больше порядок оба стали докторами докторами наук один стал директором института земледелия селекции а второй стал деканом в алтайском сельхозинституте сейчас он университет то есть вот из троих меня взяли вот тесто да я думаю что может доктором и стал я никогда не жалел но такие параллель я провожу вот была такая отбор умели увидеть вот умели увидеть и не брали не случайно какие такие качества должны быть в человеке кроме как любовь к родине ответственность и так далее умели увидеть что конкретно во первых вот как я считаю уже сам потом подбирая кандидатов на службу такое было но в первую очередь конечно вот еще раз повторюсь это должен быть патриотом это однозначно второе должен в совершенстве владеть профессией или быть тем специалистом той области где-то вузе учился это должен знать совершенно свою профессию и овладеть и когда при я так сказать будучи зачисленным на службу вот потом я должен быть достаточно широкий кругозор нужно и в театр иногда ходить в кино читать классиков они уже за нас уже все написали только читайте перенимайте опыт вот должен немножко надо разбираться и не только в литературе но наверное знать некоторых художников писателей поэта это потом даже даже на пенсии потом пригодилось какое-то тестирование проходят будущие сотрудники я бы не сказал что тестирование в общем-то говоря с тобой так вот когда общается становится сразу понятно да но тебя они в общем-то они сразу побеседовали тебя взяли они некоторое время выдерживали еще там и потом вообще говорит мы может тебя еще и не возьмем и в таком положении находишься вообще-то то ли продолжать диссертации заниматься вот то ли готовится то есть расширяя свой кругозор в это время было чем позаниматься и так далее вот считается что ваша работа носит такой секретный характер родственники знали чем вы занимаетесь вот конкретику рассказывали или вообще не посвящали вот на замок что называется на эту тему мы никогда не разговаривали было не принято вообще затрагивать эти вопросы не принято вот интересно я прихожу с работы естественно как день прошел в общем-то практически полностью выкладываешь не ну это что да ты просто болтун даешь извините вот это нельзя во первых тебя предупреждают и с определенной расписку пишет о сведения которые станут известны органы госбезопасности и в том числе о людях с которыми ты работал и которые тебе что-то там говорили ты обязуешься нигде не разглашать ни при каких условиях дабы не подвести хотя бы даже этих людей я уже не говорю что а секретами которыми ты можешь располагать по тем или иным вопросам чтобы не подставить не людей которые зная о них допустим такие стороны жизни которые органы совершенно не интересует вот но они могут быть их лично врагам хоть может быть интересно поэтому никаких обсуждений никогда не было росли маленькие дети было чем заниматься как говорится единственного такой случай бы когда она у меня уже был юбилей 50 лет вот общались там бильярд играли товарищи там были родственники сват подходит и говорит слушай я хоть узнал чем ты занимайся хоть мужики мне что-то сказали вообще ничего не говорил под прикрытием приходилось работать были случаи такие добыли неоднократно но об одном я могу сказать наиболее такое что ли интересное на мой взгляд о котором в общем-то говоря ну можно наверное сказать была такая ситуация перед праздником она не одна принципе было но про одно из них таких вот что обнаружили узнали через свои возможности что у одного человека находится нам что говорить типа взрывного устройства но не скомпонована а то что можно изготовить из этих элементов взрывное устройство там тратил и так далее вот и соответственно ситуация такая что это далеко от барнаула это какая-то деревня вот с одной стороны нужно было ехать срочно забирать потому что иначе она может уйти где-нибудь рванет а с другой стороны обеспечить наше прикрытие было невозможно потому что но вот мы там нашли предлог придумали разыграли по сути спектакль двоим супер работником поехали благо что у него внешний вид такой как как будто он раненый саблей по лицу и вот мы с ним поехали и представляете подъезжаем уже ну достаточно долго на часа полтора на например подъезжаем тут получается так что там отзванивается вроде встреча не состоится нам деваться некуда мы уже поздно мы уже подъехали встречаемся с этим человеком вот первый раз видим естественно он знает какие то ну будем говорить встречается господа с ним или товарищ у которых не лады с законом это он знает вот он нам выносит по рекомендации дает взрывное устройство отдает такое небольшое компактное и плюс к нему взрыватель мы забираем а мой напарник говорит слушай говорит мы отмотали почти полтора сотни верст и ты нам и вот из-за этого что ли давай нам еще что-нибудь он сначала замялся ну так это на него как бы так дружно наехали ну поехали типа по дворам совершенно серьезно вот я не буду все перепеть и говорить чтобы там на другом проводе ребята потом не смеялись скажу так когда мы приехали к источнику откуда это все идет он ушел на и очень долго его не было вот потом в конце концов приходит сетка типа или с пакетом типа от мариара приносит нам полную взрывчатки вот ну естественно что мы пообщались еще там я выпил водитель не пил пообщались договорились каким образом будет организована организована поставка вот примерно мы поняли это откуда идет это новосибирская область откуда идет чтобы контакт на что был последний чтобы никаких встреч не было это небезопасно и так далее ну все мы все это дело забрали и уехали приехали довольны доложили руководству потом по этой теме еще ребята поработали уже этот товарищ ездил без меня с группой вот забрали еще остальное кое-что там немного осталось надо сказать что тот товарищ в силу своей профессии внешнего вида когда с ним пообщались он скорее всего у него оставляли это просто оставить на время что потом может пригодиться потому что он в роду своей деятельности он очень мирный человек был в общем там удивились как у него могло это все быть соответственно потом все забрали когда товарищ это поняли тот который напарник мы когда спросили про меня где 2 где где в тюрьме в общем у вас еще одно качество поняла актерские способности должны быть хорошие и значит психологические какие-то навыки деваться был когда целый комплекс а я знаю что вы были в сопровождении президента страны ельцина когда он на алтае здесь у нас с рабочим визитом находился помните тот день и как все проходило да я помню в таком все время дежурство доставалось в таком укромном месте можно сказать где лес природа красиво все вот хотелось бы что сказать надо сказать что его на алтае встретили очень недружелюбно и начиная с порта нашлись товарищи которые начали задавать ему сразу вопросы что из некоторого равновесия выявила мы это знали вот но были счетом некоторые такие казусы о которых не хотелось бы сейчас вспоминать с той поездки что мне запомнилось во первых польза для алтайского края однозначно что его наши руководители в то время они вывезли его на об и показали что надо достроить об мост через об нужно достроить потому что он начинал со строительства еще заложил его филипп попов которого много ругает у нас он все эти вопросы пробил а вот администрации которые уже были после дай бог им здоровья но не живущими так далее что они решили эти вопросы до конца и провели газификацию и мост достроили так вот борис ельцин он средства на это нашел решил этот вопрос что они несомненно большая была польза ну а что касается непосредственно самой охраны это принципе охраняли всегда как говорится охраняемые лица и на территории которую они приезжают естественно органы безопасности милиция они отвечают за безопасность поэтому наша задача неважно там кто как кому относится нужно у себя обеспечить безопасность поэтому соответственно выполнили свою задачу в общем то остался не вредим мне приходилось увидеть довольно таки ну с нескольких десятков будем говорить шагов и но был такой скорее комичный случай когда один из его охранников пытался зайти за здание не знаю посты хотел проверить или по каким то другим делам я не знаю такое довольно таки плотного телосложения мягко говоря мы что-то не очень к ним относят относились хорошо потому что не слишком вели себя высокомерно это нормальные люди это не любят от кого бы это не исходило но пришлось дать команду ему стои кто идет удостоверение вот и в общем то он всем всем не показал на свет я возвращаюсь откуда пришел спустя спустя двадцать лет когда сказал этом начальнику нашего управления юра сисотико ну вроде сочиняешь что там такое было не мог он не поверить там он не поверил что так я говорю ну вот такой случай был я испытал большого удовольствия как сказать что заставил что предъявил удостоверение что ребята если мы охраняем мы охраняем президента а кто здесь ходит мы не позволим и он вернулся на свет а там стоял мой товарищ который в общем то говоря он видел как он заходил но я же не знаю может тот момент отвернулся ну такие такие вот моменты смешные они кажутся достаточно любопытные во всяком случае 20 декабря ваш профессиональный праздник каким-то образом с учетом пандемии вот нынче отметите ну народ законопослушный поэтому вот что касается ветеранов ветеранов у меня три благодарственности от начальника управления я их буду вручать персонально потому что народ возрастной и кто-то даже может переболел коронавируса чтобы не вызвать поэтому вот такого сбора не планируется для ветеранов то есть персонально как это да это персонально но я бы даже сказал что вот сейчас было управление на руку перчатки одеть маску все как положено даже пообщаться немножко с руководством и буквально так течение нескольких там десятков минут буквально и все никаких общих таких вот сборов нет только персонально кого награждает персонально по сути дела ну я еще знаю что вы ведете такую достаточно активную деятельность общаетесь со школьниками в том числе как ребята вас встречают что скажете о современном поколении будут ли там достойные последователи я вам так скажу что когда при мне начинают говорить молодежи я первый вопрос задаю когда последний раз общался со студентами или со школьниками если человек молчит и говорю просто не был в школе дети студенты нормально которые были во все времена а если вы делаете выводы по шпане который на улице то она была всегда нормально молодежь очень грамотная грамотная молодежь другое дело что жизнь стала сложнее она усложняется несмотря может быть физически легче становится как говорится там отоплением не заниматься так далее как было раньше а вот в этой части в части жизни считаю жизнь усложнилась и в принципе они стараются готовиться я своим внукам привожу пример что оба отличники учатся не заучки вполне нормально пацаны спортом занимаются и так далее но и другие соответственно некоторые школы бываем допустим вот наша любимая школа это 52 допустим до 55 там физически ребята крепкие они не только в барнауле они и в стране первое место занимает и когда общаясь они вопросы задают вообще грамоты надо сказать коллектив там такой подобрался в общем-то хороший периодически мы встречаемся рассказываем им и эта традиция у нас с 52 школы с конца 50-х годов там есть единственный музей феликса дзержинского в россии во всяком случае за уралом точно вот и они чтят традиции берут пример и очень много у них экспонатов очень интересных там тех времен и я считаю что наши наших детей внуков вполне достойно воспитывают педагоги которые они в общем то говоря я думаю практически такие же которые были в наше время не считаясь временем и так далее отдают силы воспитанию подрастающего поколения к сожалению наше эфирное время концу подходит поэтому я благодарю вас за то что нашли время и не боялись как пандемии коронавируса и прочего у нас здесь все согласно дистанции пришли к нам студию спасибо вам за эту интересную беседу с вашего позволения я поздравляю всех сотрудников госбезопасности в то время еще когда были как бы раз структуры это и служба охраны и фапси и наших пограничников с праздником желаю ветеранам желаю здоровья а действующим сотрудникам здоровья благополучия всем их оперативных удач чтобы мы спокойно могли жить работать трудиться каждым на своем участке с праздником спасибо ну а я напомню что сегодня у нас в гостях был председатель совета ветеранов у фсб россии по алтайскому краю алексей суханов